здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня мы в теплице и наша тема это высадка томатов все кто высадил уже зачесались я вижу потому что вы сейчас увидите совсем не то что сделали вы и я хочу не уже не раз это показывала я хочу просто доказать вам что мой метод гораздо проще менее трудозатратен а уж финансово точно вот прежде чем сделать ведь у меня грабли до прежде чем сделать что-то я хочу у вас спросить что вы вносите при посадке томатов я знаю что вы ответите я в лунку насыпаю перегной залу суперфосфат нет мои дорогие никакой лунки это вам не картошка помидоры в отличие от посленовых своих да братьев и сестер баклажан перцев и картофеля и физалиса он несколько иное растение и это все живет по принципу чем хуже условия тем больше будет помидор чем они будут слаще и красивее вот такой томат интересный плода овощ лучше бы вы ничего бы в лунки не вносили а просто с осени заправили бы землю так как надо я уже сто раз об этом говорила но сегодня речи не об этом даже сейчас покажу как сделать борозду в которой мы и высадим помидоры значит я делаю борозду всегда посредине грядки посмотрите я поднимаю вот так вот сюда делаю бортик да у меня там опилки перекопанные ничего страшного я в ту сторону сделаю бортик глубина этой борозды не должна быть больше чем 20 сантиметров уж поверьте что земля еще не прогрелась да и помидор не нуждается в такой лунки найти до африки это ну или будете скручивать его корни или просто положите вот моя борозда как раз для того чтобы уложить в эту лунку томат и дать ему возможность развиваться так как по природе положено нужно еще знаете о чем помнить при посадке томатов вспомните розу ветров где у вас север где юг вы должны все таки расположить и уложить томаты так чтобы их макушке смотрели на север потому что как только наступит день они лежа вот так семер вот там у нас да они поднимут свои головки и поставят вот так свои стебли а теперь в борозду и смотрите что я буду делать видите какая елочка получилась не новогодняя смотрите вот это это макушка и это корни и корневая система это корни это макушка то есть я уложила все корни в траншею и отвернула макушки в шахматном порядке так чтобы свет какой бы не попал в эту теплицу над ними чтобы он обязательно доставался каждому растению это очень важно помидоры как раз вот очень солнцелюбивые растения никакой тени они не потерпят да им надо чтобы сквозняк до жарко они не любят но солнце то они любят поэтому вот таким образом посадив потом я естественно засыплю все эти стволы вот стебли у томатов до макушка здесь три-четыре листа должно быть а вот вот это вот стебель и его корневая система в горшочке может быть какой угодно длинный при такой посадке не страшно что они у вас переросли или вытянулись не страшно потому что если вы большой умник или умница и за месяц до высадки то есть до 1 июня снимали листья отрывали в неделю по два-три то у вас стебель стал кожистым жестким и он способен у него уже белые точки появляются он способен выпустить множество корневой корней и корневая система у таких растений будет очень мощная не о чем переживать будет вот когда они поднимут головки ваша задача поставить около каждого растения вот такие только высокие он на нем не стоят в углу тоже бамбуковые палки либо или другую систему крепления и все растет прекрасно и очень красиво я вам желаю успехов и всего вам доброго